Таран-таран, с вами Риан, и это Мультиреакция. Смотрим с вами новинки кип-оп, читаю ваше сообщение, которое вы мне присылаете по донату. У меня утро, я с чаем, кофе уже выпила, но я много кофе не пью. Пью чайок, чем вы, напишите в комментариях, кто успел сделать себе бутербродики. Сегодня мы начнем с вами с заявочки на Вон Хо. Пришла от Натальи. Натальечка, ты пишешь, Аречка, здравствуй, приветик. Баллада от Вон Хо, это интересно, наш мужчина хорошо отыгрывает. Что он там отыгрывает? Давай глянем, ну давай глянем. Это, наверное, что-то будет, прям там, наверное, драма, боль, грусть. Или, может быть, любовь, что-то там еще. Я уже хочу глянуть, мне кажется, пока что еще Вон Хо и баллада для меня прям действительно тайна-загадка. Глядзю. Слушай, громко. Ну, он, как всегда, во всей красе. Эй, ты что делаешь, парень? Не, ну, у каждого свои, конечно, прикольчики. Ну, да, наверное, здесь будут глубокие чувства страдания. А, и тут даже девочку в флипе использовали, это и интересно. Как же он красиво страдает. Да, ремонтиком там у них и не пахнет. А что за девочка? Уже где-то кто-то писал? А, мамочки. Это Ассоль пробежала на шкаф. Все, нормально. Ну, а, кстати, песня, я бы не сказала, что прям баллада. Ну, а она достаточно ритмичная для баллады, сама песня. Так, мы тут должны сами разобраться, что происходит. Ой, я только отвернулась, и он такой, опачка, папулечки. Короче, видимо, тема про то, что он ее отпустил. О, гляньте, повеселела. А потом этот взгляд такой, да? Как будто, ну, все, готовься. Гляньте, как проследовать. Теперь я знаю, какие кусочки видео буду использовать для видосиков просто сэмпанатов. А то сейчас я ничего не могу найти подходящего. А кто там? Это все он ходит? Вокруг себя? Ой. Ой. Как побежал, побежал. А где шапку с футболкой потеряла? Ну, бегает быстро, быстро. Это он догоняет? Или сбуд... О-о-о-о. Что-то не ожидал, да? Волоку, наверное, такой. Еще я хочу летать в своем клипе. Что, многие летают? Я тоже так хочу. Мы тут как-то так прикольно сделали. Ужух, и он вверху. Так, хорошо. А анимация нам говорит, что он бежал-бежал, жешь? Ну, то есть, еще не анимация. А анимация помогает показывать, что он потом еще летел-летел. Добрал, чтобы не было. А, ну да. Тут он вдруг вспомнит, что сейчас не обязательно там бегать. Бегать. Можно позвонить. Ну, песня не богата, мне кажется. Такая прям жутые ракешности, кляньте, добавили. Но про любовь. Хотя по ритмике однозначно одна из, пожалуй, самых умеренных висим и вон-фо. Ух ты, ё-моё. А что это было? Барабаны, что ли? Что это было? Я не успела разглядеть. Подождите. Почекайте, почекайте. Я не понимаю, может, это какой-то паук? Или это все-таки было? Но для барабанов мало. А что там? А что это было? Я не поняла. Ребята, поясните мне. Так, во-первых, в клипе было много прикольненьких каких-то моментов. Да, там с полетиком. Там он раз в кадре в каком-то меняется во взгляде. Еще там что-то было такое. Ну, конечно же, все вот эти вот красивые оттенки серого. Ну, я имею в виду свет, тень на его формах. Да, все отлично как бы выглядело. Но для меня без танцев Вон Хо клип чего-то недоимел. Я понимаю, что тут иначе была задумка. И тут нужно на другое смотреть все. Но песня была размерена для того, чтобы больше добавить вот этих сцен. Вот как в конце добавили, да? Он там с музыкальной поддержкой. И он там больше двигается вот так эмоционально на камеру. Может, вот этого мне чуть больше. Хотя нет, все-таки я хотела бы танцы. Но тут, может, танцы не втуда. Но я, наверное, просто ссылаюсь на предыдущие его работы, в которых мне хватало всего. И вот здесь мне не самый яркий его релиз. Но, с другой стороны, он имеет свои отличительные особенности, которые мне однозначно нравятся. Это то, чего не было в прошлых работах. Поэтому, оки-доки, наверное, тут идет как бы компенсация, да? В целом, видеоряд у меня 50-50. Наверное, только потому, что это Вон Хо и у меня очень завышенные ожидания по отношению к нему. Но, что касается эмоциональной составляющей в щеку, в щеку. По поводу песни. Я думала, это будет прям баллада в чистом своем виде. А оказалось, что это у нас просто драма, тема про любовь. И немножечко страдающая. И да, по темпу более умеренная, чем обычно Вон Хо пускает на заглавочки на свои. Но вместе с тем, она мне вот прям по концентрации какой-то драмы пришлась в пору. То есть, мне больше не надо. Ну, короче, получилось как-то вот хорошо. Хорошо в самой музыке. То есть, вот такой вариант песен мне нравится. И мне нравится, что Вон Хо продолжает мне нравиться со своей музыкой. Вот, в своей музыке. Может быть так. И понравились ударные, понравилось его эмоциональное звучание, хотя оно тоже было без излишеств. И песня тоже прошла для меня, вот как на мой взгляд, достаточно ровно. Опять же, я видела там терзающие моменты драматичные. Может быть, в лирике классно, круто отображена какая-то глубина чувств. Поэтому это нужно смотреть. Но в целом, по большей мере, мне кажется, что история достаточно типичная. Что-то там их расстало. Его душа рвется к ней. Или бежит сама от себя. Не знаю, как хотите. Вот. Ну, а, собственно, что-то в конце ничего так и не получилось. И чем там закончилось, что там была за фишечка в конце, я так и не въехала. Но! Я не могу сказать, что я как-либо недовольна релизом Вон Хо. Мне все равно все нравится. И мне нравится, что действительно я Вон Хо могу увидеть разным. Это здорово. Поэтому добавляю еще одну работу в копилку. И песню однозначно буду слушать. Вот. Так что большое спасибо, Натальечка, тебе за заявочку на этого парня. Так. Следующая заявочка пришла от Мариечки. Ты написала. Привет! Привет! Девочке Кеплер, мне понравился ритм, музыка, хореография и образы. Но крутящийся кадр аж голубо закружилась. Ну, может, это моя вестибулярка? Я крутящийся. Не хочу, чтобы у меня вот вестибулярка. Но хотя с кадрами я с крутящимися вроде дела имела, все было нормально. Так хорошо, Мариечка, давай посмотрим, что тебя смущало. А, ну тут рыбий глаз. Ага, это будет по большей мере у нас акцент на с ковками, да? Ну как, подкрепились, все хорошо. Ой, хорошенькие такие, прям гляньте к иголке. Миловки. Тут добавили вот эту, знаете, шумок световых. Вот там мне не очень понравилось. Классное начало, бахи, именечка. Прям хватило у нее выразительности для первокадра. Молодец. Ой, опять она. Ну да, уже дважды добавили даму, чтобы никто не переживал. Мне кажется, вот эти вот, дайте, чтобы первое, которое вот это вот. Ну, тут они самые такие часа. Что я хотела сказать? Короче, много их. Ты. Это, знаете, из разряда, досмотрите, а я и так могу. С бантом было тоже очень миленько. Такая капна волос у меня шикарная. Ух ты. О, классный переход. Так, ну, песню я уже слышала в спойлерах официальных. Так, ну, мне понравилось, что она висела там возле, или что-то тут стояла. Не, ну, слушайте, на бахе очень много акцентов в видео. Опа, еще одна лица у нас теперь. У меня кто-нибудь буркнет в комментах, чтобы я так сказала. Но ничего. Я не могу понять, это у нее шапка такая, или это штаны. Шерстаны и детские. Здесь, как-то, мы грустно. Короче. Что-то я не до конца уверена в танцевальных локациях. Слишком, мне кажется, типично. Но вот эти вот индивидуальные, многие прикольные. Но тут, как будто бы прям кадр весь кричит. Смотрите, как круто я могу. Прям, мне кажется, немножечко слишком подерстым получается. Вот эта локация офигенная. Там, где вот, вот, где за ними окна. О, мне нравится, как смонтировали эти большие моменты. Вот эта тоже. Но тут больше похоже, что она, естественно, стоит, а не висит. И напаливала. Не натурально. Короче, у них, походу, у каждого свое оружие. Я только сейчас до меня дошла. А, все, я теперь поняла, к чему у нас там растяжка была. Хорошо, ладно. Про позорство, окей. Если вот так в концерте рассматривать, что-то у нее была разминка, перед тем, чтобы нанести сократительный удар, окей. Во, вот тут классно. Во, во, во. Мне что-то вспомнили из тизера предибутные Тао. Из-за кто? Из-за кто? Из-за кто? Так, хорошо. Чем-то и нас будешь удивлять на мостике. Хорошо, все девчонки, походу, опасные, да? Я уже сейчас могу сказать, что в клипе много всего использовали. Противо, кстати, вот это вот с фейерверками. Прям он очень разношерстный, острый, очень типичный для хей-попа, очень типичный для групп молодых четвертого поколения. Что, собственно, наверное, скорее минус, но по качеству вы поглядите, сколько там всего заделали. Мне, наверное, не все индивидуальные кадры понравились. Так, и там еще, короче, какая-то отсылочка, каким-то всем пришли сообщения. Там была задумка. Мне понравилось, естественно, качество съемки, хотя вначале мне не очень понравилась зернистость, которую они добавили. Получилось грязненько. Но в целом видеоряд по картинке, ну, как бы грех придираться, потому что все сделано высококлассно. Понравилась локация с окнами. Понравилась, наверное, больше, чем нет. Вот это вот одна из последних танцевальных, такая с красно-белой-черной. Я сильно не вглядывалась, что там было. Сложно мне теперь ее как-то для вас обозначить. Но она тоже была прикольная. Хотя, может, она и вначале где-то фигурировала, но рассмотрела я ее только к концу. Мне понравились не все индивидуальные. У Бахи мне понравилась фишечка с мечом. Но, опять же, не все моменты с ней были сняты удачно, как и с другими девочками. Нужна ли была реалистичность в том кадре, где девчонка типа висит над пропастью? Немножечко надо было больше. Она, конечно же, позы принимает хорошие. Но у меня есть такое ощущение, как будто бы мне боком просто кадр показывают, а не что она действительно висит. Мучений на лице, страдания того, что тебе там тяжело в таком зависнуть положении, я, конечно, не жду и не прошу. Но были варианты там, где отыгрывалось лучше. Ну, я имею в виду варианты. Ранее мы видели подобные решения в других клипах. Из того, чего мне хотелось бы похвалить, наверное, это вот именно песня. Потому что я, когда слушала спойлеры, я не могла однозначно сказать, нравится мне или не нравится. Я подумала, так, понятно, это у нас заглавка. Это единственная мысль у меня была. И поскольку сейчас, когда я включила, для меня уже мелодия была узнаваемой, мне понадобилось меньше времени для того, чтобы я распробовала хук, который они использовали для именно этой композиции. Поэтому в целом гора-гоу, гора-гоу, гора-гоу. И вот эти выкрики мне все нравятся. Вот. Так что песня однозначно, да, клип пересматривать. Девочки некоторые прям очень хорошенькие были, прям милашечки. По стилистике сильно каких-то чего-то, по костюмам мне в глаза не бросилось. То есть что-то, чтобы похвалить. Или наоборот сказать, не знаю, может быть я не сильно внимательно обратила на это внимание. Но, собственно, это первое впечатление. Это то, за что цеплялось мое внимание во время просмотра. Я бы так сказала, один из проходных релизов для группы могут и прикольнее. Это уже второй раз, когда я немножечко недооцениваю девочек Кеплер в своих реакциях. Ибо слишком это попахивает продуктом коммерческим на потоке. Сделанным на потоке, конечно же, с использованием наилучших материалов, технологий и возможностей. Но, тем не менее, как ни крути, это такой потоковый клип. Но у таких клипов тоже своя большая база поклонников. И это чистый кей-поп, поэтому грех мне жаловаться. Я просто уже разбалованная. Но то, что я сейчас сказала, это не значит, что у них камбэк плохой. Я бы на 4 с плюсом, наверное, твердую оценила этот релиз у девчонок. Спасибо большое, Жжа Явочку, Маричка. Следующая будет от Влада. И мы с вами снова будем смотреть девчонок. Я до сих пор не знаю, как он называется. Напишите, может, они будут произносить в кадре. Шикарный в кадре, ну в песне. Шикарный, хочу видеть твою реакцию. Короче, шикарный. Я поняла. Реакцию сейчас будем вместе глядеть. Естественно, я уже натыкалась на всякие разные статьи по поводу релиза. Как приятные, так и неприятные. Но по большей мере я слышала похвалу в отношении этой работы. Тем более, что она имеет важный глубокий посыл касательно женщин. И я уже, в принципе, какие-то вдохновляющие моменты для лидера группы, создавшую, собственно, спродюсировавшую эту песню, оботревала в новостях. Готова я. Включаю. Блондинки. Ну, буду, конечно, я так или иначе упоминать Мерлин. Так, а мне нравится песня. Там банты, это просто подушка там, да? О! Музыка очень интересная. А, вот эта фишка с вот такими вот костюмами. Прикольно снята, кстати, была. Это вот от Мерлин Монро вот в той эпохе как раз-таки туда пошла. Я про одежду вот такую с острыми, с острой чашкой на груди. Ну, стеата очень круто. Мне нравится. В принципе, все девочки смотрятся в блонде, в своих индивидуальных, очень индивидуально. А тут концепции очень отлично просматриваются, как, действительно, знаете, коллектив. Ну, мне нравится. Мне нравится все. И тут даже, смотрите, тут тоже зерни, зерни, чтобы добавили, но это было круто. Ух ты, вау, боже, очень красиво. Супер прикольно, они сделали укладку с украшением. И это платье, оно в витрине. Свет. Ну, тут я могу, конечно, понять, о чем речь, да? О том, что... Превозносят, да, и сексуализируют женщин, все, но я, наверное, не буду сейчас пытаться в этом разобраться. Скажу, что выглядит каждая девочка просто, как с иголочки. В любом моменте кадра. Класс. По продюсированию клипа прям хочу похвалить. Очень-очень стильно сделано. Все, конечно же, с налетом ретро, но очень стильно и современно. Прям вот так. Ну, да, такой яркий момент для кей-попа. Класс. Класс. Песня обалденная. Мне нравится произношение. Оно как будто бы тоже, да, идет вот с музыкой. Я не помню, как это направление называется, но оно нетипичное по звучанию. Мют, короче, да? Я теперь поняла, наконец-то. Музыка бомбическая. Абсолютно нетипичная. Она использует разные... Отсылочки к разным жанрам. Разным атмосферам и настроениям. Поэтому хочется, конечно же, похвалить, забыла, как будто вот, лидера группы. Ой, боже ты мой. Сойон, вот. Надо лечить чуть-чуть память. Короче, да, я поняла посыл. В конце они, конечно же, после того, как восхищаются их красотой и внешностью, да, собственно, внешние составляющие, у нас идет сильный прям такой акцент, намекающий на то, что это все нужно разрушать. Разрушаете, что красота действительно скрыта глубже. Короче говоря, к этому клипу достаточно много уже всяких пояснений и разъяснений вышло к клипу и к самому треку. Поэтому я не буду останавливаться, пересказывать. Я думаю, что вы все в курсе. Плюс ко всему, конечно же, вдохновление прекрасное. Мэрлин Монро, которая поистине была мудрой женщиной. Несмотря на то, что до сих пор за ней закреплен, да, вот этот вот статус блондинки, глупенькой, красивенькой. Короче, об этом обо всем рассказывается. И на анимации мы можем видеть тоже отсылку к Мэрлин Монро. И, как предполагают многие поклонники, это есть непосредственная отсылка к Суджин, которая не так давно покинула группу, как мы все прекрасно знаем. Но с другой стороны, конечно же, Мэрлин Монро. Тут как бы, да, вот такая у нас, возможно, получилась помесь в образах. Мне очень понравилось решение визуальной. Даже если не трогать составляющую, которая вкладывалась в плане идея, смысла и всего остального, клип спродюсирован шикарно. В нем было очень много всего, и это все между собой очень хорошо сочеталось. Девочки все выглядели отлично. В некоторые моменты прям как будто бы действительно вышедшие у нас где-то там из 50-х, 60-х. Звучание музыки такой, немножечко с джазовым, да, налетом или еще что-то, которое у меня так или иначе ассоциируется либо с определенной атмосферой, либо с более старыми временами, старыми фильмами, где аккомпанемент звучал подобным планом. Отлично, отлично подчеркивает вот эту вот всю гармонию. Песня оригинальная в моменте, когда девчонки начинают активно танцевать там, где на судьон одет топ, кроп-топ, ну, вернее, из длинного рукава, не знаю, как обозначить, короче, ту локацию, они еще все вместе стоят, встают линию в один из моментов. Мне очень понравился кусок музыки в этой песне, особенно он как будто бы, знаете, добавил перцу в остальную во всю песню, которая без того была хороша, но теперь еще вот, ну, короче, классный момент в музыке, поэтому песня однозначно хит, однозначно непроходная, однозначно мне не похоже на что-то типичное, а поэтому хочется похвалить ее как продюсера, хочется поздравить девчонок, действительно, зачетный релиз, дорогой, продуманный до мелочей, работа проделана большая, образы у девочек у всех ку-ку-ку, и, собственно, все. Ребятушки, это последняя реакция на сегодня, у меня есть еще одна заявочка, уже посмотрим с вами в следующий раз, возможно, что-то еще долетит, и я что-то еще подберу к мультиреакции, но, конечно же, буду ждать ваши отзывы по каждому из клипов, которые мы с вами сейчас посмотрели. Также не забывайте пальчики большие вверх ставить, подпишитесь, если не подписаны и просто любите смотреть клипы с кем-то. В скором времени будут новые реакции на канале, а на этом пока что все. С вами была Ари Ран, люблю вас, целую. Пока-пока-пока.